да ребят всем привет меня зовут артемий я очень-очень прям взбудоражен находиться здесь потому что я сам учился в подобной школе только это было в португалии и уже очень много лет назад и для меня это наверное первое выступление в качество спикера именно в школе и я прям очень круто себя чувствую когда смотрю на вот эти вот горящие глаза потому что сегодня когда мы ходили по всей школе вот прям все здание аж пропитана вот какой-то любви и интересом к сфере гостеприимства я вам безумно благодарен что вы как раз эту сферу выбрали и для меня огромная честь быть здесь своей команды султан работает с нами в джун анастасия управляющий ресторана джун и я сегодня хотел с вами немножко поговорить а вообще очень простых вещах что вообще знаете о суши я 15 лет этим занимаюсь только лишь рисом и рыбой казалось бы очень простые вещи но есть ли у кого-то представление что такое суши да так это неплохо да а какие бывают суси давайте назовите пару каких-то примеров хорошо что главное в суши так 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 свежие морепродукты еще кто сказал рис круто само название суши вообще иероглиф на хирогане означает две вещи за за это уксус не может быть суши без риса заправленного рисом уксусом понимаете то есть изначально суши появились еще во втором веке и они совсем отличались от тех суши которые вы привыкли видеть сейчас они раньше назывались фуназуши и в фуназуши ели рис совсем это была ферментированная речная рыба обернута в вареный рис и она полгода просто стояла и сама себя переваривала рис после этого убирался и вот максимально вонючую вот такого вот прям терпкую рыбу ели фуназуши до сих пор существует их едят по праздникам просто в дань традициям но сейчас как раз я думаю что вы представляете суши как рис и рыбу что верно они появились совсем недавно относительно около 200 лет назад в эпоху эдо это красота эпоха когда из китая японцы получают рисовый уксус и начинают осознавать что оказывается можно вот этот процесс полугодовой ферментации риса ускорить если заправить рис рисовым уксусом оказывается это можно уже есть еще и с рыбой и это оказывается очень удобно и суши становится как раз таким очень популярным фастфудом в токио поэтому появляется эдо май суши эдо это старое название токио как раз в эпоху когда токио еще не был столицей появляются нигири суши нигири на японского это значит что-то хватать рис и рыба то что в россии называют суши на самом деле это нигири суши и представляете 17 век япония очень много рыбы которую хочет спробовать еще и рис оказался вкусным но холодильников то нет что же делает что делают когда нет холодильников хорошо еще что получается здорово вы зря время здесь не теряете сразу видно до рождаются разные техники которые характерны именно для эпохи эдо и до сих пор единицы ресторанов существующие в мире вне токио они делают это май суши и ресторан джон это один из тех ресторанов который продвигает идею эдо май суши риса и рыбы и с использованием тех техник которые были популярны в эпоху эдо то есть 200 лет назад и сегодня я хотел вам показать на примере дорады что можно сделать с рыбой если у вас нет холодильника как ее консервировали 200 лет назад и как вот эти несколько шагов улучшают не просто к продляет срок хранения и жизни от этого продукта еще и раскрывает натуральный вкус будут сегодня две техники которые я вам покажу и вы можете это транслировать на любой на любую другую кухню на любую другую заготовку потому что они в принципе рабочие для итальянской и какой угодно кухни это поможет вам раскрыть натуральные вкусы рыбы и продлить также ее хранение смотрите 200 лет назад без холодильников какой самый главный враг свежей рыбы и морепродуктов ребята вообще да а если мы говорим о микроорганизмах где они находятся хорошо а еще вот у меня есть лежит рыба где на ней могут быть микроорганизмы так они всегда на поверхности верно да то есть если мы рассматриваем какой-то патогенный организм он не может быть бактерии не может быть внутри мяса то есть может быть токсин может быть какой-то паразит но точно не бактерия которая после последующих каких-то часах и днях может испортить сам продукт что три фактора является пагубным для любого продукта если мы рассматриваем бактерии и бактерия нужно 3 чтобы развиться это влажность это время и температура да как только мы работаем с одним из этих трех факторов мы сокращаем возможность бактерии развиться и превратить наш крутой продукт во что-то ужасное и уже несъедобное поэтому давайте мы я быстренько разделаю дораду и мы сейчас будем делать несколько шагов чтобы там никаких бактерий не было я вез ее из москвы она еще даже не успела поймать температуру вот это можно пока что смотрите у нас есть филе рыбы бактерии могут быть только со стороны чешуи со стороны кожи верно со стороны мяса их нет и что делали в 17 веке это называется юбики перед тем как предпринять следующий шаг рыба слегка просаливалась а соль является натуральным консервантом который дополнение к своей функции как раз вот консерванта она раскрывает вкус не только рыбы да вообще в принципе и овощи и любого другого протеина когда вы наверное варите например какой-то мясной бульон можете попробовать на вкус он будет наверное интересным но если без соли он был достаточно постным добавить буквально щепотку соли ваши рецепторы будут по-другому воспринимать вкус этого бульона и та же самая история работает с засолкой рыбы мы в джун очень часто просаливаем морепродукты или например когда мы готовим гребешков или креветки мы их постоянно купаем соленом растворе это помогает увеличить срок их хранения хотя у нас достаточно большая активность в их продаже но и раскрывает их вкус сейчас дурада буквально пару минут просолится и мы подготовим горящую воду что это нам даст мы приготовим с внешней стороны рыбы кожу это называется юбики говоря о бактериях если они там есть они сейчас пройдут термическую обратно обработку их уже не станет а с другой стороны о такой нежной рыбы как дурада есть очень тонкая жировая прослойка между мясом и кожей и когда мы снимаем кожу большая вероятность того что по неосторожности в эту жировую прослойку снимите поскольку мы говорим сейчас рассматриваем такой деликатный продукт как суши где нам важен каждый каждый миллиметр жира каждый нюанс я хочу чтобы мои гости насладились также и кожей но ее нужно сделать вкусно поэтому мы сейчас сделаем юбики а потом сделаем еще одно дополнение как раз те техники которые практиковали 17 веке без холодильника если у вас какие-то вопросы пока что тишина в рост как правило это нежная белая рыба с сибасом это не сработает потому что у сибас очень плотная кожа моя любимая вот кин меда это золотоглазый морской окунь пинджало дорада то есть достаточно универсальная техника кипящая вода и нам необходимо буквально ошпарить кожу чтобы ее приготовить то есть мы минимизируем риски каких-либо бактерий попадание в наши суши и к тому же мы можем теперь есть кожу это называется юбики очень старая техника и к тому же когда мы говорим о японской кухне вы заметили что это всегда нечто сезонное это всегда очень много сезонных декораций которые подчеркивают естественную красоту продукта и цель суши также показать что не трансформировать продукт не прикладывать какие-то человеческие усилия как его изменить а наоборот подчеркнуть его естественный вид и естественный вкус поэтому подавая рыбу с кожей мы также даем дать традициям и показываем что это мы к этому ничего не не придали никаких усилий это то что нам дала природа и мы этим наслаждаемся поэтому в японии это вот наверное кардинальное отличие от китайской кухни что в китайской кухне как раз все углы отполированы человек максимально пытается замаскировать естественный вкус продукта может быть смешать абсолютно несовместимые продукты а в японии наоборот прозрачная чистота вкуса и натуральность вообще вот внешнего вида до вкус смотрите теперь ту рада у нас выглядит таким образом мы ее буквально за секунду просушим потому что влага это наш второй враг для развития бактерий и я вам расскажу еще об одной технике комбу диме что такое комбу хорошо а что дает это водоросль ребята вы студент лучшего университета в россии ночь вот что такое у маме я уверен что вам объясняли с химической точки зрения что такое у маме почему рецепторы и мозг реагирует на маме нет это глютамат в естественном его виде это глютами кейсид на на вашем знакомом английском языке это как раз вот та кислота которая не совсем воспринимается вашими рецепторами но на мозг будет на нее реагировать и таких продуктов содержанием маме очень много я уверен вы на своих уроках это обсуждали что в сыре пармезан очень высокое содержание у маме то есть если вот просто рассмотреть какой-то график у мамных ингредиентов черри томаты почему там от томатный соус любят во всем мире не даже не догадываясь о том что там есть у маме там огромное количество как раз естественно у маме из-за помидор пармезан итальянская кухня почему одна из самых любимых в мире помидоры пармезан блин паста пицца это все это это просто бестселлера во всем мире но есть ингредиент который вот уйдет помидоры пармезан комбу где-то вот там понимаете содержание у маме в водоросли комбу в зависимости от ее географии она может ну просто зашкаливать и вот как раз вот этот белый налет естественно соль это самый высокий концентрат у маме который вы можете где-либо достать и это наверное rolls-royce среди водорослей комбу она привезена с острова аришири это север хука острова хоккайдо и там есть совсем небольшой участок как раз в море где растет хидака комбу и она дает абсолютно уникальный вкус и раскрывает любой ингредиент совсем магическим способом возвращаемся к технике комбу джиме комбу джиме это один из маринадов который помогал рыбе сохраниться на протяжении трех четырех дней смотрите комбу она сухая да то есть она является скажем так нашей какой-то сладкой когда мы используем влажную рыбу она постепенно будут втягивать втягивать влагу из этой рыбы и обезбоживать рыбу с другой стороны отдавая свое умами этому мясу и не давать бактериям здесь развиться понимаете то есть когда вы храните рыбу скорее всего прокладываете какую-то бумагу или какую-то как я называю сантара до чтобы не допустить в появление влаги и сейчас нам понадобится еще два ингредиента которые в японии очень любят саке и соль вот мы протираем комбу саке потому что саке такой продукт который дает естественную сладость при взаимодействии с рыбой и раскрывает тоже ее вкус но нужно буквально немного не купать водоросль и соль что мы знаем о соли естественно консервант и продукт который раскрывает вкус и теперь просто проложить дораду между двумя листами комбу и так можно ее оставить на день на полтора и потом использовать это будет абсолютно уникальнейший продукт если вы хотите ускорить процесс и сделать кому джиме можно нарезать рыбу тонкими слайсами и проложить буквально на 15-20 минут между водорослями комбу саке и солью и у вас получится нечто уникальное если вы хотите использовать на карпаччо или может быть даже рыбу на гриле после комбу джиме у вас будет эффект сухого вызревания но с большей сладостью то есть когда вы будете делать может быть какой-то рыбный стейк даже на сковородке или на гриле гость который будет пробовать будет абсолютно шокирован с натуральной сладостью яркости вкуса не понимая почему это происходит но вы тоже будете знать потому что это у маме от комбу это сладость от саке и это всего лишь простая техника которую практиковали 200 лет назад таких техник очень много к сожалению не часто используют во всем мире потому что это требует дополнительных каких-то телодвижений и усилия человеческого и в совокупности каких-то всех подготовительных процессах ресторана это это сложно вот поскольку мы работаем со многими такими техниками мы открываем ресторан 6 часов вечера потому что когда каждая рыбе у нас свой подход например я очень люблю красную икру сейчас как раз вот сезон нереста осетров прошу прощения лососёвых и мы маринуем красную икру очень интересным способом то есть перед тем как гостью и получит мы ее промываем и убираем каждую лопнувшую икринку знаете то есть под в финальном продукте эта икра больше напоминает какой-то морской жемчуг нежели обычную вот привычную красную икру которую на новогодний стол наносит и она как сполна вот такой вот слизи а нет и вот полдня у нас ребята просто выковыривают лопнувшие икринки и потом маринуют по нашему уже рецепту и каждой рыбе есть своя свой метод приготовления который делает из нее абсолютно уникальный продукт поэтому это не так просто то есть рис и рыба но очень много нюансов и я наверное вернусь как раз к ответ что важнее рис ли рыба рис сто процентов потому что рыба это нечто изменчивое у вас день от дня может быть абсолютно разный продукт который вы не можете контролировать вы можете приложить усилия как его изменить но если вы когда-то захотите делать суши и захотите в это погрузиться глубоко ваш рис будет вашей визитной карточкой потому что работая в токио очень часто шефы приходят на рынок покупают тунца они привозят небольшую миску риса чтобы отрезать кусок рыбы попробовать будет ли рыба работать с именно их рисом что есть несколько факторов почему японии люди ходят суши бар потому что везде рыба крутая здесь я думаю что в россии в европе можно выбирать рестораны по качеству рыбы но не в японии там абсолютно у всех будет максимально крутой продукт где-то чуть лучше где-то чуть хуже но беспроигрышный ходят по двум вещам это качество риса и вкус риса потому что все используют абсолютно разную заправку разную температуру но и за харизмой шефа потому что у всех классный продукт и вы же входите в ресторан как правило не только поесть а провести время и поэтому люди там выбирают свои любимые суши бары только из-за близости к человеку но я по моему шесть лет назад у меня сложился в барселоне разговор с новым от хиса он меня спросил я уже достаточно опытный было спросила артеми-сан давай какой самый главный ингредиент суши я уже как раз знал ответ что это рис я воздуха побольше набрал и уже был готов как раз рассказать насколько важен рис я сенеса новоса коре шаре шаре с он такое ты еще молодой все не так я тут смысле к кору твое сердце потому что суши это абсолютно прозрачный продукт вот ведь мы за пять минут до выступления сюда пришли два ножа один даже не пригодился водоросли и вот пара рук это очень прозрачный процесс и продукт который не он и он искренне здесь нельзя просто что-то достать готово и это сработает все происходит на ваших глазах и как правило это суши бар это даже не контактная стойка это один стол и как будто приходите кому-то домой в гости поэтому очень часто японии абсолютно всегда вас приветствуют ресторане и добро пожаловать в наш дом понимаете это чей-то дом и люди этим занимаются потому что во первых это любят и самый главный ингредиент суши это как раз твоя любовь к тому что ты делаешь потому что все это каждый кусочек проходит через чьи-то руки нельзя это масштабировать нельзя сварить просто котел риса кинуть туда рыбу и магическим образом у нас все получилось нет неважно сколько гостей каждый кусочек будут проходить через чьи-то руки наша ладонь как раз является большим проводником энергии и поэтому когда кто-то не настроение я думаю что даже по себе можете сказать вы не в духе все будет валиться из рук еда будет горькой и вкусный соленый ужасный а когда вы чувствуете вдохновение когда вы чувствуете вот это вот поток энергии и любви все максимально вкусно и поэтому у каждого я думаю что здесь присутствующего вообще принципе у всех самое приятное воспоминание о хорошей еде приходит из дома мамы от бабушки потому что эта еда сделана с максимальной любовью и заботой и это очень сильно отличает любой ресторан потому что как только вы выберете вот тут путь любви и заботы о человек который к вам приходит в гости все будет круто атмосфера будет феноменально крутая еда будет сладкой нежной тающий просто вызывать феерию вкус и эмоции но как только это произрастет в какую-то рутину все вы потеряли вот этот контакт и поэтому особенно в суши самый главный ингредиент вашу кокору мне нужно попить водички вот такого монолога ребят если у кого-то вопросы да но поскольку мы все-таки не в эпоху это живем все-таки в 21 веке можно оставить в холодильнике и этот процесс обязательно нужно контролировать потому что пока рыба находится между водоросли она будет терять влагу ее можно очень легко завялить и пересушить но зависимости от того что вы хотите с ней делать дальше если это будет сашими вряд ли нужно ее долго держать если вы хотите ее может быть на гриле пожарить можно попробовать ее подержать и двое суток но это очень универсальная техника которая хороша как бы для арсенала любой кухни комбу джиме да это это ускорит процесс мы это практиковали в джун не вакуумом пакете мы рыбу чтобы открыть процесс немного ускорить еще заворачивали в пищевую пленку чтобы ну там практически вакуумные условия создавались поэтому рыба чуть быстрее обезвоживалась и мы могли это использовать на ежедневно на сервис комбу джиме можно использовать и с овощами и с грибами потому что комбу это универсальный источник умами которая будет работать для любого ингредиента можно использовать вместо соли шио коджи и мариновать курицу то есть шио коджи сделает курицу просто тающей во рту очень часто если вы знаете испанский хамон 5G синьку жота они при ферме перед ферментацией хамона хранят вот этот окорок в шио коджи это как раз грибок коджи и соль и это дает абсолютно уникальный вкус этому хамону то есть я думаю что вы заметили последние годы тенденцию многих ресторанов с мировым именем использовать японские техники ингредиенты потому что это абсолютно неизведанный мир со своими традициями и уникальными возможностями которые можно транслировать на любую креативную кухню ренера дзепи не раз приезжала в японию делал по папу нома с абсолютно бешеными ингредиентами и удивительно что в японии есть очевидная культура сезонности вообще в японии 76 сезонов если не ошибаюсь каждую неделю они празднуют новый сезон даже каждые несколько дней и получается так что дети японских школах проводят очень много времени и на фермах и просто гуляя на улице и они празднуют каждый сезон они четко знают что где растет когда тут нужно собирать когда нужно правильно это есть и это удивительная страна которая передает вот эти традиции следующему поколению которую я не могу сравнить ни с какой другой страной и многие шефы с мировыми именами с уже состоявшимися ресторанами еду вдохновляться именно в японию потому что это абсолютно другой мир продуктов понимание сезонности как и на земле так и в море и абсолютно уникальные техники приготовления этих продуктов ребята это сложно это очень трудоемко я в мае был на конференции в токио шеф поваров который организовал институт страны басков и тема этого собрания была традиции в маушен то есть традиции в движении и как раз мы все обсуждали как не случайно проводилась в токио потому что япония это единственная страна в мире которая успешно сочетает абсолютно две несочетаемые вещи это традиции передаваемые из одного поколения в другое очень крепкие очень надежные традиции и абсолютно уникальные новые технологии очень часто посмотришь на какие-то их изобретение достижения действительно живут где-то где-то в будущем но вот эти две вещи они очень сочетаются и если мы говорим о том сложно ли это сохранить в россии наших условиях да но именно поэтому после 12 лет путешествий я приехал в россию чтобы этим делиться это очень интересно и в наших условиях как раз заниматься этими продвигать традиции классику знания из-за своих сложностей намного интереснее и даже если рассмотреть какие-то ингредиенты которые очень сложно достать в россии это дает большую ценность тому что мы делаем то есть находясь в дубае или в лондоне можно позвонить на рынок тойосу и заказать все что угодно если у тебя есть деньги здесь одних денег недостаточно здесь вообще вопрос не о деньгах здесь как раз нужно найти способы абсолютно какие-то уникальные ходы как сделать это возможно в наших условиях и это этого бы дорогого стоит и я вам скажу что за последние полгода мы привезли в россию 7 или 8 рыб и морепродуктов которые вообще никогда не ступали на на русскую землю то есть мы делали новые лицензии с роспотребнадзором проводили исследования насколько безопасно это и это есть мы доказывали что это можно употреблять пищу и у нас получилось и но и мы не храним это в каком-то сундуке под замком а мы это сделали у нас теперь есть возможность перевозить это в россию и все остыка вы протоптали дорогу всем другим ресторан ребят берите радуйте своих гостей пробуйте я считаю что это правильный подход и это то же самое что вы делаете в этом университете знание здесь наоборот они множатся они распространяются они хранятся где-то под замком построили настроили классная кухня и дальше этого ну не уходит вот как-то так да вообще вот в плане морепродуктов у нас где-то 40 процентов японских продуктов продуктов 40 процентов российских и 20 процентов это марокко юг испанию тут гибралтар северная атлантика рис не краснодарский поскольку рис это наверное самое важное в суши он привезен с северной префектуры японии это не игата то очень богатый рисом регион который можно использовать и для саке и для суши я лично предпочитаю именно не игата потому что абсолютно уникальный вкусный рис но как бы сам рис по себе он без без яркого вкуса то есть что дает рису вкус это как раз заправка которую делаете и мы первые в этой части европы кто использует а козу это красный рисовый уксус который выдерживается в дубовых бочках восемь лет он такого красного прям коричневого цвета который придает нашему рису после замешивания такой бежевый цвет и за счет вот этой глубокой ароматики за то что он выдерживается восемь лет дубовых бочках мы практически не используем сахар а сахар который мы используем в суши он кокосы намного легче усваивается организм потому что если задуматься о пользе суши вот это фастфуда по всему миру это сахарная бомба если вы считаете что это полезно и вы себя очень крепко обманываете нет ничего там полезного потому что как правило и рыба может быть не совсем безопасны и в рисе будет содержаться такое количество сахара что очень легко ну себе диабет заработать то есть намного больше сахара чем бургеров макдональдс поэтому мы стараемся сделать продукт не просто вкусным еще и гилд-фри в лондоне я попал в лондон вообще совершенно случайно после нью-йорка потому что я из португалии вначале поехал нью-йорк и я искал разные пути как мне выбраться из такой деревенской португалии на какой-то большой большой рынок потому что амбиции у меня там уже росли и я поговорил со своими коллегами из нью-йоркского набу куда мне можно податься и они сказали что в лондоне открывается отель набу шоридж и там будет работать очень стоящий суши шеф у которого можно поучиться и у меня была проблема в том что с российским паспортом так просто передвигаться не очень просто я вернулся в португалию визуализация конечно работает и все мечты сбываются как бы каким бы смелыми они ни были я очень хотел поехать в лондон и спустя неделю когда вернулся в португалию получил португальский паспорт который очень долго ждал и через три дня я уже был в лондоне и так начался вот круг круговорот и в лондоне я проработал почти два года я открыл набу отель шоридж и параллельно работал в новую парклейн который является наверно 100 самым первым в европе набу второй подсчет в мире после нью-йоркского и это был вообще бесценный опыт да работая в японии вы столкнетесь с многими сложностями во-первых очень четкая иерархия и дисциплина такой нет даже в каких-то именитых французских ресторанах то есть если вы считаете что работать с французским шефом это тяжело умножайте это на 20 японцы очень скупы до передачи знаний потому что они самые лютые трудоголики которых можно в принципе встретить то есть они не стесняются просто жить на работе работайте 12 часов не смейтесь мы работаем 16 и на протяжении всей жизни и втереться к ним в доверие как-то зарекомендовать себя чтобы они начали делиться своими знаниями этого дорогого стоит когда открывал в барселоне отель совместно с с японцем коллегой масса сан он 16 лет проработал в одном из самых легендарных суши ресторанов на гинзе называется кубой это самая наверное жесткая школа для как раз суши шефов и масса сан он такой же жесткий такой жесткий тип то есть начале 16 лет куба и потом 18 лет в ногу и тут мы в барселоне встретились и каждый день он приходил самым первым и уходил сам последним меня это не устраивало я пытался как-то приходить чуть раньше но приходил еще раньше и спустя вот первые три недели подготовительных процессов к открытию отеля он начал орать на меня что ты че ты себе позволяешь щенок раньше меня приходить нельзя и как бы я все-таки за первые три месяца дал ему понять что я здесь с ним не конкурирую я хочу ему помочь я хочу что у него была возможность присесть он все-таки не молодой парень как как я и у меня все-таки энергии и возможности побольше чтобы просто быть полезным потому что я это очень сильно люблю я хочу быть полезным в определенных моментах и когда он понял что просто так как бы с его горба не слезу он такой давай уже ладно давай и потом мы с ним открыли не один отель вместе и очень хорошо сработались то есть каким-то образом втереться в доверие к опытным японцам это из ну из разряда фантастики сложна ли японская кухня абсолютно да потому что неважно какую какой раздел японской кухни вы будете рассматривать будет соба темпура рамен суши кайсеки это просто беспрецедентное количество как раз человеческого скилла и просто механической памяти которую зарабатывать можно только годами годами убивая себя на работе вам невозможно будет достичь вот такого механического опыта просто работая нужно просто убиваться работать до мозоли чтобы как-то приблизиться к этому и поэтому это очень сложно плюс ко всем этим сложностям японский перфекционизм чистота детали это я не встречал такой перфекционизм нигде как японии поэтому это максимально сложно этому нужно но посвятить всю жизнь и поэтому в японии всегда есть рестораны только с монопродуктом нет ресторана как чих она есть и суши и бургеры и пицца и паста нет правило семейные рестораны которые передаются от отца к сыну и отец собственно учит своего сына с ранних лет как достичь совершенства и я думаю что многие знают вот легендарного шефа с рестораном на гиндзя дирона ему 98 лет он до сих пор работает он до сих пор учит своего сына которому 64 года не останавливается и когда его спрашиваете достигли гиросанты совершенства надо еще немного поработать есть есть еще слепые зоны есть еще к чему стремиться делать суши 80 лет если мы помните суши существует чуть больше 200 лет то есть треть эпохи почти половину он является этим он является тем человеком хранителем традиции и знаний которые заняли практически половину эпохи существования продукта и он говорит но нет еще есть недоработки нужно постараться понимаете чувство ответственности и как раз вот движение к совершенству беспрецедентные вот так нет нет в когда я начинал работать у меня не было такого доступа в интернет не было доступа к книгам в кирове понимаете там нет ничего и сейчас можно этому учиться через книги через какие-то youtube ролики что угодно есть возможность практиковаться и в россии даже в нашем ресторане и это намного легче сделать чем 15 лет назад в японию есть смысл приезжать когда вы уже достигли какого-то понимания какой-то базы и оттачивать какие-то особенные скиллы именно в токио потому что там вы найдете те ингредиенты которых здесь просто не достать те какие-то методы приготовления которые здесь будут не актуальны поэтому туда нужно ехать углубляться но если есть желание посвятить этому абсолютно всю жизнь едьте в токио и проведите там 15 лет практике это путь тернист но имеет место быть нет они большие мясоеды они очень любят овощи то есть вообще если копнуть прям глубоко японцы из-за своей как бы исторической позиции они всеядны все не едят как и у какие угодно вершки и корешки потому что население японии достаточно большое а площади не большие понимаете поэтому их еда и рацион очень разнообразны очень много овощей корнеплодов которых просто нигде больше не растет когда я приезжал туда первый раз у меня был такой список продуктов которые я нигде не мог попробовать и не то что попробуйте хотелось с ними тоже поработать поэтому японии бы как большой спектр ингредиентов к с которыми можно знакомиться и в плане методов приготовления они же не все едят сырым суши есть конечно фастфудная суши которая можно просто быстро накидаться и пойти дальше но как правило это настолько тонкий продукт и даже в японии он не досягаем то есть что поесть хорошие суши нужно заплатить евро 200 за хороший ужин это не может каждый япония себе позволить это особый продукт для каких-то праздников и событийный но любите мясо японский перфекционизм лучше говядина профектура хиого говядина кобы можно научиться как разделывать посмотреть как за не за ней ухаживаю чтобы была такая уникальная мраморность и научиться кучи блюд от сырого до каких-то больших ход потов на б разнообразие еды огромное и самое интересное что каждый метод приготовления они пытаются довести до абсолютного совершенства поэтому это бескрайние бескрайние просторы для знаний я вообще люблю поесть и люблю подготовить но мне очень близко итальянская кухня ну опять же помидоры пармезан это где-то где-то в крови и я очень люблю что-то южноамериканское потому что там очень южная америка даже тот же перу очень огромный огромный азиатская диаспора и поэтому многие какие-то методы приготовления схожи с японскими на философия приготовления пищи очень похожи то есть там опять же все про натуральный ингредиент чистый вкус плюс пикантность какие-то ароматические травы много кинзы лука это мне очень близко и я думаю что до южная америка италия где-то где-то здесь ребят что мы узнали сегодня про суши это это хорошо вот вот кто-то из вас готовил суши ребята нет про пробовал ли пробовали что-то делать нам значит нужно какой-то какая-то возможность попробовать это вместе сделать потому что очень часто вот мы работаем джун у нас ну например чуть покороче стойка работаем это это очень театрально то есть это настолько естественно выглядит то есть иногда гости сидят просто смотрят смотрят как бы это действительно как театр просто две руки что-то там творят делают и вот за этой какой-то плавностью движений достаточно таким когда театральным экшеном кроется очень много сложностей потому что вот как только увидеть что это выглядит так просто значит было проделано очень много работы до этого потому что мы сегодня общались на тему того важно ли поварам иногда переобуваться в обувь официанта и пробовать себя общаться с гостями абсолютно до сто процентов потому что представить вы работаете за суши баром кроме того что у вас нож острющий рыба там ее нужно резать что делать вот вот здесь вот гость сидит кроме того что нужно с ним общаться желательно бы еще ему готовить и еще бы желательно присматривать за тем чтобы у него тарелка чистая была и грязную убрать и может быть в какой-то момент даже подлить воды вы понимаете как бы количество вот этих лап у осьминога должно быть и поэтому я считаю что суши шефы достаточно такие ну большие герои в плане сферы гостеприимств потому что очень часто им приходится комбинировать в себе роли целого ресторана но что в японии если мы говорим о суши барах там нет официантов вообще там нет кассиров там нет поломойщиков котломойщиков там работают только суши шокунин шокунин то человек который посвящает жизнь этому делу и они проходят фазу обучения на всех этапах перед тем как начать делать нигири суши для гостя они будут год наливать чай и смотреть как старшие шефы готовят запоминать каждый шаг потому что когда предоставится возможность стать на ступеньку выше ты уже должен быть готов ты уже должен четко знать куда двигаться откуда что движение должно быть на абсолютно автоматически но очень важно иметь как раз ту грань работа на автопилоте и осознанности потому что главный же ингредиент кокоро да то есть если мы будем делать все тяп-ляп нет кокоро исчезнет мы уже не можем построить тот магический кусочек на один укус нужно четко знать свое рабочее место составить его таким образом чтобы не приходилось двигаться и в движении все должны быть оточены и плавны но каждый нигири должен сделан осознанно потому что вы туда вкладываете свою любовь делаете и тогда гость будет закрывать глаза мычать все остальные звуки приятные издавать и тогда вы понимаете что вы сделать что-то правильно ребята еще вопросы пожелания сайте их за стол берете свой нож гая части все обосную смотрите любой проект начинается с идеей и нельзя строить ресторан нельзя строить кухню только ради самого процесса во первых вы должны поверить четко поверить визуализировать то что вы хотите как только у вас это получается и вам нужно транслировать другому человеку естественным образом это будет прочитано в ваших глазах вашей презентации если вы не горите продуктом если вы делаете только ради того чтобы реализовать что-то начнутся вопросы технические вопросы на которые вы не сможете дать ответ потому что какой бы инвестор ни был у него опыта будет больше чем у вас потому что вы находитесь как бы в позиции того кому нужны инвестиции но очень часто вложение происходит именно по идее потому что если вы четко верите значит вы уже являетесь хорошей инвестиции потому что вам это нужно в первую очередь и вы будете частью этого проекта и я считать вообще не люблю совсем не люблю настя смеется но все получается это тоже не любишь так да но так получилось что мы делаем проект с очень открытым чистым сердцем очень естественно не это это искренне и это искренность очень подкупает и наших гостей и людей которые инвестировали в ресторан и это работает потому что в тот момент когда это будет просто сухой расчет ну ты тоже не будет работать важно иметь баланс очень важно чтобы вы сейчас в школе научились понимать ваши сильные стороны и применять их как раз в убеждении потенциальных инвесторов и ваших коллег может быть кто-то более глубоко в финансовую часть погружается это тоже важно нельзя иметь ресторан только на еде нужен баланс но я бы советовал быть искренним и верить в то что вы делаете иначе иначе просто самого начала не заработает так ребят есть ли у кого-то еще вопросы пожелания просто просто вопрос да вопрос просто в десяток я вот всего лишь три дня назад приехал из токио я еще не совсем как бы правильно сформулировал и сам для себя переварил то что там произошло но там совершилось то как бы о чем я даже не не мог мечтать я даже как просто я не знаю как это транслировать еще в массы потому что в моей голове это не совсем как бы встал на свои места но мне удалось прийти на ужин к диро она в его ресторан который не принимает резервы с девятнадцатого года потому что он превратился в закрытый клуб и туда невозможно попасть дирос он сам готовит только на ужин для двух гостей и удалось попасть именно к нему и кроме этого он уделил а после уже на два часа своего времени чтобы выпить со мной чаю и поговорить послушать мою историю и как бы я я там у меня просто лили слезы я я я был красный когда как 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 рак я я не знал как реагировать на все происходящее потому что когда я уезжал из португалии его ученику в нью-йорк а я считал что это самое максимальное что как как я могу приблизиться к джиро сану но спустя годы удалось попасть к нему потому что каждый раз когда был в токио я проходил через ресторан в надежде просто как-то увидеть его ну поклониться а тут он удостоил двумя часами своего времени после ужина и он пригласил к себе на кухню как следующий раз когда приеду в японию чтобы я там поработал это как бы что вы понимали это это недосягаемо это это невозможно потому что условия прохождения практики в суке вашей джиро 10 лет бесплатной работы знаете как пиратах карибского моря 100 лет службы на летучем голландце вот здесь та же самая история 10 лет бесплатной работы и но ты можешь прикоснуться к легенде я сказал что а а чё тянуть еще два дня свободных есть и окей приходи завтра всем и последние два дня в токио я провел в работа причем ключу с джиро она в его ресторане и он надарил там на прощание кучу своих книг рассказал какие-то свои свои истории я привез москву очень много ингредиентов из его ресторана уксус которым он заправляет свой рис нори который он тоже использует разные соусы и самое ну прям шокирующие когда он провожал мне со своим сыном я просто разрыдался говорит ты езжай куда тебе надо ехать но потом ты возвращайся домой мы тебя ждем и поэтому я хочу сейчас самое ближайшее время снова туда вернуться чуть на подольше потому что 98 лет это это уже много и я бы хотел провести с ним чуть больше времени потому что это беспрецедентная история потому что никогда за всю историю ресторана на его кухне не ступал иностранец и это но это бесценно вот так что как говорится ждем часть часть 2 все получит я не сомневаюсь так так оно и будет спасибо вам ребят большое спасибо большое спасибо спасибо большое спасибо Да, да, ребята, да, если у кого-то есть желание, возможности приехать в Москву, я очень буду рад с вами провести собеседование, и хотите посторожеваться в джун, двери открыты, так что, как говорится, welcome, и еще раз? И рашансы. И рашансы, да. Так что буду рад видеть, имейте это в виду, двери в наш дом открыты. Хорошо? Все. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.